Предприниматели Чувашии получат новые меры поддержки. Их оценили в 300 миллионов рублей. Изменения в налоговом регулировании бизнеса обсудили на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, которую провел глава республики Олег Николаев. Напомню, в августе правительство Чувашии анонсировало налоговые послабления для бизнеса. Как усовершенствовали меры поддержки, расскажем в нашем сюжете. Предлагаемые поправки – это ряд новых льгот и продление уже существующих. Изменения коснутся владельцев всех форм собственности. Так, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей налоговые каникулы могут продлить еще на три года – до 2024. Кроме этого, для организаций пострадавших от пандемии планируется установить льготный режим на два налоговых периода. Как отметили на заседании, предприниматели нуждаются в постоянной поддержке, особенно с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Эти меры поддержки нам еще надо будет посчитать и посмотреть, как они повлияют на нас. Именно. Но то, что в период пандемии и всех сложностей экономических, которые мы сейчас испытываем, государство поддерживает бизнес, это мы отмечаем точно. Инициатива изменить в регионе ставку на налог на имущество по кадастровой стоимости для малого и среднего бизнеса вызвала широкое обсуждение. Итог дискуссии – предложение снизить его в следующем году до 1%, с плавным увеличением до двух в течение пяти лет. В случае одобрения этого законопроекта Госсоветом Республики ставка в Чуваши может стать одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. В этом году действительно беспрецедентные меры поддержки, оказанные нашим предприятием, и они нам очень помогли в работе. То, что сейчас предлагается в отношении налога на имущество, в принципе, мы поддерживаем. Хотя, конечно, надеялись на то, что ставка будет ниже, но Олег Алексеевич правильно заметил, что все зависит от оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости. Предлагаемые льготы оцениваются в 300 миллионов рублей. Затраты для бюджета, но реальная помощь бизнесу. Олег Николаев отметил значимость налогового регулирования и сообщил, что поправки, касающиеся предпринимателей, которые планируются внести в закон, в ближайшее время рассмотрит Госсовет Чуваши. Дарья Паскарюк, Семен Антонов, Вести, Чувашия.